Сегодня день борьбы с ВИЧ и СПИД-инфекцией. Это необходимо знать. Говорить об этом уже давно не табу. Эту тему нужно и важно обсуждать, чтобы предотвратить, остановить, уничтожить эпидемию 21 века. Миллионы людей заражены этой инфекцией по всему миру. Миллионы находятся в зоне риска. Существует только три пути заражения ВИЧ-инфекцией. Первый – это незащенные половые контакты. Второй – это внутривенное употребление наркотиков. И третий путь – от вертикальной, то есть от матери к ребенку, либо через грудное молоко. Придерживаясь этих простых правил, каждый человек может себя обезопасить. Акция под девизом «Мое здоровье, мое право» прошла в торговом центре «Аквамол». Все желающие могли пройти анонимное бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию или получить дополнительную информацию от специалистов. Среди участников мероприятия были и те, кому невезразлично будущее страны, кто готов затратить время и силы для помощи другим. Нам пришли в школу и нас пригласили. Первый раз мы пришли, нам все рассказали, кто захотел, тот остался. И вот я уже три года очень люблю это дело. И я рада, что я это делаю безвозмездно, от чистого сердца. Мне многие спрашивают, почему ты делаешь это бесплатно? Ну а кто, если не мы? Сегодня в регионе зарегистрировано более 18 тысяч людей с ВИЧ-инфекцией. Для таких пациентов организованы консультации инфекционистов, психологов и других специалистов. ВИЧ-инфекция перешла из стадии смертельного заболевания в статус хронического. Поэтому при своевременном обращении к специалисту, при правильном лечении продолжительность жизни с данной инфекцией увеличивается в несколько раз. У людей должно быть понимание, что надо проверяться, не бояться этого, что человек, знающий даже о своем статусе, он может быть счастлив. У женщины с данной СБМ может быть здоровый ребенок. Для этого есть все необходимое. Есть специалисты, есть препараты. Ну и, конечно, это главное желание человека. И, конечно, человек должен понимать и ответственно, еще раз повторю, относительному здоровью. Подобные акции призваны рассказывать населению о проблематике СПИД и ВИЧ-инфекций, способах профилактики и лечения. Ведь так важно сегодня говорить о том, что может касаться каждого. Кристина Жакот, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.